Мы узнали, что в больнице врачи тоже любят наш национальный вид спорта – футбол. А для боксера, сами понимаете, это нагрузка аэробная хорошая, это и подвижность. Поэтому вот как-то предложили, они не отказались, поддержали живо эту идею. Врачи тоже когда-то были мальчишками, которые занимались спортом. Поэтому многие из них до сих пор не прочь погонять мяч на футбольном поле. Но каждый, кто знаком со спецификой работы в больницах и поликлиниках, понимает, собрать команду медиков практически невозможно, ведь работают они по разным графикам. И постоянно тренироваться вместе не смогут. Поэтому уровень мастерства в игре у них ближе к любительскому. Это не какая-то команда, которая постоянно играющая, просто собрались для того, чтобы прекрасно провести время. Преимущественно у нас в составе доктора, травматологи, хирурги. Немного другая, конечно, специализация. Но вот такое хобби есть. Я думаю, что это очень здорово. Соперниками медиков в товарищеском матче стали ветераны бокса. Конечно, тоже не футболисты, но все-таки опыта в забивании голов у них побольше. У нас в основном направлении бокс, а в футбол поскольку мы играем, но это такая дисциплина, которая входит в программу тренировок. Бокс вообще такой вид спорта разносторонний. Мы можем в баскетбол сыграть с любыми командами, футбол, плавание. Многие из так называемых ветеранов бокса до сих пор в отличной физической форме. Кто-то из спортсмена вырос до тренера и продолжает тренироваться уже вместе со своими учениками. Поэтому поначалу эта команда не воспринимала соперников всерьез. Но уже после первых минут стало понятно – врачи дадут бой ветеранам бокса. Ветераны – это не сказать, что они все время со спортом нога в ногу идут. Бывает ветеран уже уставший. Поэтому, я думаю, силы равны. Игра проходила на новом стадионе возле гимназии номер два. Этот спортивный объект в прошлом году городу подарили Балаковская АЭС и концерн «Росэнергоатом». Обычно на поле играют школьники. Но он полностью подходит и для проведения матчей среди взрослых команд, поскольку оборудован по всем стандартам. Он позволяет полноценным составом играть. Ну и, слава богу, желающих хватает. Дмитрий Шевченко, как инициатор встречи, уверен – такие товарищеские матчи могут стать хорошей традицией. И яркое начало уже положено. И пусть медики в этой игре уступили ветеранам бокса, но все-таки забили пять голов. А если подобные встречи будут проходить чаще, то и результат может быть совсем другой. И подарки от Балаковской АЭС должны помочь команде подготовиться к следующему ответному матчу. Мяч футбольный, чтобы команда могла тренироваться лучше. И майку. Все, спасибо. Ура!